Виктория Иванова 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 отдал кого обыграли это я вообще не обращаю внимание если говорить о матче с локомотивом на 80 минуте там мяч когда скакал по штрафной ты там несколько раз отбил наконец зафиксировал потом началась некая потасовка что там случилось то есть кто-то пытался нападать отбирать мяч там была подача насколько я помню со стандарта и их не игрок скинул на другую штангу и там в одиночестве не помню кто был он бил в дальний угол хорошо оставил шансы он не получился сильный удар может сам не ожидал отскока чуть-чуть и он щекой бил дальние я успел среагировать сложиться и отбил этот мяч также по направлению к дальнему углу и а защитники и поймал своих защитников на противоходе так как они бежали ворота закрывать и им тяжело было вы выбить и там был другой игрок он тоже может растерялся пробил меня мяч этот взмылся он же его головой добивает я смахивает мяч головой опять не туда опять там чужой игрок он хочет меня перекинуть я этот ловлю мяч меня сзади или сбоку кто-то локтем бьет в ухо вреза я падаю по а там другой который головой добивал он там валяется я в итоге через него так держу он видит что мяч у него вот тоже через него как-то держу его зафиксируешь может это такие скачки были по моему вообще хаотичные не такое на самом деле бывает я до последнего момента не знал что его зафиксирует даже я когда его вот последний удар головой был когда у меня кто-то там бьет локтем я падаю но я нет мяч держу в руках и я понимаю что я сейчас упаду на этого игрока который там лежит под ногами и если он сориентируется он у меня сможет этот мяч выбить потому что я ну чуть-чуть плохой позиции был когда мяч был не прижат а его держал практически только на пальцах на кистях но он у меня был и он у меня выбил вместе с руками этот мяч все-таки ну там уже хорошо свисток прозвучал если бы не свисток я не знаю вроде там я посмотрел там доигровку там наши защитники выберут мяч дорогие скажи ты вообще понимаешь это герой этого матча с локомотивом нет я тебе говорю это ты герой этого матча и причем это признаю не только я не только болельщики анкара но и я реально вот ты греш я там успел сложиться сколько раз ты за этот матч успел сложиться ты помнишь вот были такие моменты что-то ты сложился и подумал как я сумел сложиться в самом конце когда вышел на замену такой чернявенький майкон майкон добил там с 11-метровой позиции да не ну это не тяжело на самом деле ну мне я этим занимаюсь там с детства это для меня от мои рефлексы которые у меня отточены прекрасно бывает где-то не получается там но в том моменте чуть-чуть повезло потому что я видел что там много игроков было момент удара не видел я понимал что если удар пройдет то он пройдет именно в этот угол потому что ему тяжело было с левой ноги влево от меня развернуть думаю если он пройдет это гол будет сто процентов то что я не успею с под ног среагировать и думаю и чуть-чуть я там пораньше пошел и как раз как обычно всегда бывает мяч всегда находится лазейку там между ног у кого-то всегда пролетает и получилось так что в ритм попал то есть мое падение в ритм все и мяч то есть я не раньше упал не позже именно все так ритмично получилось и все удачно но это где-то на подсознание приходит что вот надо сейчас ну да это наверно может это и есть даже не чутье это с опытом приходит потому что сколько было таких вот голов грубо говоря там когда мне был там помоложе там 25 лет 24 там первой лиги которые сейчас были никогда в жизни не пропустил такие головы потому что там по-другому ситуация не могла бы развиваться это я сейчас понимаю все головы мои все голы в голове у себя держу какие я пропускал я помню который пропускал 10 лет назад мячи там буквально могу расписать там кто кому пас отдал что я делал а те которые это сейчас пропускаешь ты не очень помнишь да нет почему который забил павлюченко помнишь конечно смог бы если бы я не знал что-то так пробьет опять же как ну конечно вернуть туда да нет наверное не смогу потому что это просто стороны опять же так показалось что я его задел да я его задел хорошо но он бил сильно с отскока и мяч по мокрому полю сильно проскользил прям буквально сантиметров 20 до моих рук отскок был и я просто не успел руки выдернуть я его задел пальцами и тут суть в том что я просто играю в такой модели перчаток у меня на пальцах них очень жесткие вставки идут то есть они гнутся вперед но абсолютно не гнутся назад они жесткость и при отражении ударов то есть даже мяч ты чуть-чуть задеваешь он сильно от руки отлетают разные перчатки у разных фракторейсов у меня у нее перчатки принципе сами по себе всегда одинаковые но просто у меня конкретная модель он супорта называется такие жесткие вставки пластиковые в пальцах они не дают пальцем назад прогибаться спасает от перелома но это во первых защита пальцев на даже больше плюс то что когда ты меч задеваешь кончиками пальцев, у тебя она за счет жесткости намного сильнее угол отражения идет в сторону. То есть не пробивает пальцы, а в сторону мяч отражается. И вот при этом голе, ну, когда Павлюченко забивал, если играя в обычных перчатках, которых, ну, до этого играл, то есть там бы мяч даже не изменил бы направление, я бы его просто пальцами бы задел бы, и он, не изменив направление, влетел бы насквозь в ворота. А здесь просто показалось, что я его задел и почти отбил, но не отбил, и кажется, что не выручил. А это именно произошло из-за того, что я его чуть-чуть задел, и именно за жесткость суппортов у него такое отражение пошло. А играя в обычных перчатках, он бы просто насквозь, потому что я там просто опоздал руки, ну, не успел руки выбросить. Я его просто чиркнул, буквально ударил, чуть ли не так. Поэтому просто из-за перчаток он ушел из-за такой, ну, специфики этих перчаток. Ошибка в обороне была в центральных защитниках. Ну, он один стоял, бил. Ну, это футбол, ну, а как без этого? То есть ты все-таки хочешь обменить защитников? Нет. Нет? У нас же интерактивная программа, люди нам задают вопросы. Вот куча, куча, покажите меня сейчас. Куча вопросов оставили на гостевой. Такого ажиотажа не было даже с старшим тренером Рустамом Хузиным. Нет, масса всяких и смешных, и дурацких, и хороших вопросов. Ну, один из них, вот, например. Что Сергей говорит Ване Черенчикову, когда тот кассипорит в защите? Спрашивает Анс. Дословно? Да. Ну, там ничего такого сверхъестественного, я не говорю ничего грубого. Я никогда не ругаюсь на защитников, абсолютно, наоборот, стараюсь поддержать всегда. Ну, в рабочий момент, давай-давай, череп, нормально, чё, всё нормально. Ну, что-то такое, да? Пропустил гол, давай-давай, череп. Да даже если пропустил, ну что теперь? Наоборот, поддержать, человек исправится, сыграет лучше. Один гол – это не катастрофа, это не поражение. Наоборот, подбодрить, давай-давай, там, соберёшься, всё нормально. Да, иногда по твоему лицу так не скажешь. Откуда у вас такая красивая русская речь? Вы не местные. Он из Подмосковья. Какой из Подмосковья? Из Москвы. Это у нас голос ещё одного ведущего. В школе учился. Да ладно, ты учился в школе. Я учился в школе, до восьмого класса, правда. А родители у вас кто? У нас перехватывают инициативы. Папа и мама. Кеологи? Почему нет? Спортсмены. Спортсмены профессиональные тоже. Нет, я подхватываю то, что говорит Влад, действительно, Сергей, с самого начала, когда он пришёл в команду, он приятно удивил журналистов. Умением хорошо разговаривать. Формулировать мысли, хорошие речи. Вы ожидали, что партаря красивого русского языка. Вообще от спортсмена я редко вы ожидали. Мы уже от Сергея многого ожидаем. Не только как человека, который может ловить мячей, но и как человек, который прекрасно даёт интервью. Этот человек разносторонний, развитый и очень интересен. И поэтому у вас тут тоже спрашивают по этому поводу, зная о Сергее, твоё увлечение музыкой. Масса вопросов на эту тему. Сейчас я выберу какой-нибудь один. Ну, например, какая группа, Андрон спрашивает, какая группа нравится больше? Я не знаю, System of a Down, я не знаю, Limb Biscuit, может быть, Сектор Газа. Странная аналогия. Если вот брать вот те группы, которые он перечислил, если именно три группы эти брать, то Сектор Газа из всех перечисленных. Но на самом деле ни Limb Biscuit, ни System of a Down мне абсолютно не нравится. Это чуть-чуть не моё направление, это более новое такое веяние тяжёлой музыки. Мне что-то больше старенькое, олдскульное. Да, нравится. Олдскульное. Сейчас Георгий Черданцев. Кто смотрел этот матч по телевизору, помнит, как Черданцев сказал, что ему нравится Сергей Нарубин. Старая школа. Какая-то рактарская старая школа. Олдскульная. Олдскульная, да. Ещё по вопросам пробежимся? Давай по вопросам. Некоторые пишут, люди, ну, вопросов нет, просто крепко пожмите ему от меня руку и передайте слова благодарности за мужество и надёжность. Спас, мой там, молодец. Вот, главный вопрос. Уже тебе, кстати, наверняка его задавали, по-моему, я задавал раньше этот вопрос тебе. Но, тем не менее, готов ли ты прямо сейчас играть за сборную? Да не прямо, я всегда был готов за неё играть. А сейчас-то тем более. Сборная была не готова. Сборная не готова была, чтобы я за неё играл. Может, она теперь подготовится. Да, нет, но ты считаешь, что это вот просто такое предвзятое отношение к клубам, ну, там, как... Провинции. Второй восьмёрки или как там? Да, однозначно так и есть. Однозначно так и есть, потому что те, кто вызываются в сборную, я не могу сказать, что они плохие игроки, но они также бывают, у них за свой клуб не идёт. То есть я могу массу примеров привести игроков, которые за свой клуб абсолютно ничего не показывают, но они играют в сильном клубе. И просто они вызываются в сборную именно из-за того, что они играют раз в этом клубе, значит, они должны вызываться в сборную. А приори. Да. А он за клуб абсолютно... За зиме ты играешь? Да. С как ты можешь не вызывать? С Ионовым все помнят эту историю, когда он играл за дубль, ну, в смысле, выходил на замену, а его вызывали в сборную. Да, я тоже помню. Да, и вот такие, сплошь и рядом такие ситуации, абсолютно человек за свой топ-клуб не показывает, но он всегда вызывается в сборную. Просто то, что он должен вызываться, потому что он играет там за топ-клуб. А это обидная ситуация? Я думаю, что обидно. Да, конечно, обидно. Как это может быть не обидно? А ради этого готов был бы сменить клуб? Тяжелый вопрос. Ну, в принципе, наверное... Сейчас я его переформулирую. Я сделаю его еще более тяжелым. Нет, пару лет назад ходили слухи, что тебя приглашают в Рубин. И Спартак. На Рубин в Рубин. На Рубин. Интересный каламбур. Да. Нет, один раз на Рубин вывел нас на Рубин. Помните, там, сыграв... Хабаровский. Хабаровский, да, вытащил. На Рубин вывел. Потом Спартак, да, была история. Вот по чесноку так. За этими слухами, под этими слухами были основания? Ну, только если брать Рубин. Только это... Ну, были основания под этими. Остальное это все абсолютно далеко было от истинной и от правды. А ты не согласился переходить в Рубин? Нет, там ситуация не от меня абсолютно зависела. Там просто как раз, если брать Спартак, там Серега Рыжиков должен был в Спартак переходить. А, ну так же, да. В ситуации. То есть, и он там с Рубином не мог найти общий язык, там, по личным условиям, или я не знаю. И он был на чемоданах в Спартак, не в Спартак. И если бы он уходил туда, то, да, меня уже брали бы уже. Ты бы перешел. Вот это я бы взвешивал много факторов, там, что, как, за что команда будет бороться, там, какие личные условия, какие, что я там могу рассчитывать. То есть, я бы взвешивал факторы, но я бы думал. И не исключаю, чтобы согласился бы. Ну, вот наш постоянный зритель Сергей Савин в Твиттере. Можно писать в Твиттер, собака уитовый перь. Спрашивает, Сергей, как думаешь, весной будешь в Анкаре, или все-таки в Москву тебе уже хуже? Уже пора. Так в Москве все занято. Я не знаю. Трудно ответить на этот вопрос. Опять же, надо доиграть вот эту часть чемпионата на хорошем уровне. Это в первую очередь. А дальше будет видно, то есть, какие будут предложения. Опять же, как всегда, футбольный сезон, когда заканчивается, или там, трансферное окно, это как футбольная колода карт. Все простусовались, кто-то ушел, кто-то, у кого-то какой-то карты не хватает, там надо заткнуть. Ну, еще больше слухов там в это время. Да, все это идет, и это будет все видно там. То есть, пока все позиции заняты в сильных клубах, и туда никто меня там не ждет, я так думаю. А если говорить все-таки о сильных клубах, если позовут, но понятно, что везде там есть свои лидеры. Просто много с тобой было записано интервью, и ты везде говорил, я вот по натуре лидер, да, я лучший, по крайней мере, в Амкаре. Я не готов никогда сидеть на лавке, да, я свое пересидел, в свое время я добился своего шанса, я теперь его использую по максимуму. И какой бы вратарь ни приходил там вторым номером, он никогда не займет мое место. Вот с этой позиции вообще возможно переходить в топ-клуб, где уже, в принципе, ну, наверняка такие же сидят? То есть, ты готов сидеть на лавке? А кто сказал, что я туда передаю, обязательно буду сидеть на лавке? Если я буду сидеть на лавке, это значит, надо во мне причины в первую очередь искать. То есть, значит, я что-то не так делаю, значит, каким-то образом не нравится. Ну, в руке акции сказано, понимаем, что есть Акинфеев. Ну, это нереальная ситуация, меня туда никогда не позовут. Это нельзя даже к примеру говорить, потому что там есть Акинфеев. То есть, надо брать там команды, где там с вратарями позиция, ну, такая, непонятная. Динамо, например. Динамо, там, да, там, Локомотив тоже, Гильерман, там, сломан, не сломан, там, Крешич, в принципе, не впечатлил меня и то, что я видел. Только вратарь с российским паспортом, это уже вдвойне вратарь такой. Да. Ну, мне так кажется. То есть, вот такие команды рассматривать. И, а там уже все от тебя зависит, и этот шанс надо пробовать однозначно, почувствовать, что такое, бороться за высшие места. И, ну, это так надо делать, надо рисковать. А, кстати, по поводу конкуренции Герус, ну, просто, наверное, там, не в обиду Герусу, да, но люди были в восторге, может быть, потому что не ожидали от его игры с Рубином. Не знаю, смотрел ты или нет этот матч. И много ходило мнения о том, что именно он должен встать в ворота в игре с Териком, потому что, ну, показал нечто невероятное. То есть, за счет чего-то его все-таки... Не, Рома очень сильный вратарь, на самом деле. Даже вы основываетесь на играх, которые видите, естественно, вы не видите, как он тренируется. То есть, на тренировках он очень сильно тренируется, очень классную игру показывает на тренировках. То есть, мне с ним даже тяжело, то есть, мне бывает даже тяжеловато его перебить. А что касается того, что меня поставили, ну, я все-таки считаюсь основным вратарем, или я не знаю, как. Да, то есть, это зачастую так происходит во многих клубах, если брать так же, там, если брать Анжи, там, у Габулова травмы были, там, сотрясение мозга, там, играл, там, помазан. Потом, неважно, как он сыграл, выздоравливает Габулов, встает Габулов. То же самое Акинфеев, там, неважно, как играет Чепчугов, что он там показывает, то есть, встает Акинфеев. Там, получается, дико вылечится, не будет ни Ребров, ни Писяков, там, хотя Ребров здорово играл в Лиге Чемпионов и сейчас на ноль отыграл. То есть, это вот такая вот политика, как бы, но это, опять же, идет от тренерского руководства, как они, в первую очередь, поставят политику по вратарям, ну, в команде, как градация. Или два ровных вратаря играют до ошибки, кто-то там в форме, тот играет, чуть не пошло, меняем. Или есть твердо основной номер, и, как бы, тот, который его заменяет, если у него там травма, дисквалификация и так далее. Это уже идет от руководства клуба, какой они вот ставят рамки. Но это когда-то вам карта же приходила вторым номером? Это насколько психологически это тяжело доказывать? И насколько я понимаю, вот, если сейчас ты, ну, основной брат? Львенец еще, в седьмой год, да. Потом Габуло? Потом, да. Ну, психологически это, конечно, тяжело. Просто, когда ты видишь, даже реально, что можно было, в принципе, даже если брать седьмой год. Ваня здорово его отыграл, но были моменты, когда можно было дать ему передохнуть, передышку, там. Я не претендовал, он здорово играл, команда показывала результат, но, там, одну-две игры хотя бы где-то помочь ему, там, восстановиться, там, то же самое. Потому что, поймите, то есть, когда вратарь основной играет очень много игр, у него неизбежно происходит спад, там, после порядка, там, десяти игр, проведенных, двенадцати, ему нужна пауза. Потому что после паузы намного сильнее опять снова начинает играть. И у меня вот самые лучшие игры, как раз у меня вот основываются, это когда я не постоянно сыграл уже, там, десять игр, там, одиннадцатая хорошая. А наоборот, когда у меня была пауза, я там пропустил травмы, дисквалификации, или, там, сидел за Усминским, там, меня поставили. Это наоборот, это эмоции, это как-то ты намного лучше чувствуешь. И потом начинаешь играть-играть, и потом, где-то в десятой игре опять, там, бум, и, как говорил Божевич, сдулся. То есть, периодически тебе надо давать отдыхать. Да, это да. Потому что это, я не знаю, как насчет других вратарей, но я думаю, они со мной согласятся, да, что самые лучшие игры именно после паузы, когда ты пропустил какие-то игры, потом ставишь вратарь. Спрашивают, вот, с Териком, да, с Териком ты выезжал в конце забивать? Да. Это твое личное решение, либо это Кусин? Ну, процентов на 80, это мое личное решение, но я тоже должен тренеру узнать, можно ли, и я смотрел, я уже на полпути смотрю, ну, скажи, что можно даже. Блин, они все смотрят туда, где штрафной, там, опасный, никто на меня не смотрит, что я там хочу туда. Потом кто-то из запасных там увидел меня и машет, и у меня запасной сказал, иди туда. Потому что тренера вообще даже не видели, что я там стою в середине, уже на старте, на низком, готов. А если я не ошибаюсь, по-моему, в прошлом или в позапрошлом сезоне был такой же эпизод, где ты помог своей команде, ты сохранил мяч и в итоге отыграли. Да, это с Краснодаром было. Да, в том 2-2 мы дома сыграли, да, это хороший был момент. Там, блин, я должен был забивать сразу, на самом деле, я до сих пор, хорошо, что забили, но до сих пор этот момент. Ты же тогда, по-моему, сохранил, да, для команды? Нет, там подачу выполнил Костя Васильев, хорошую, прям в голову, а меня никто не держит, потому что там все разобранные. И мяч вот он у меня на голове, я вижу, что я сейчас буду бить его. Я его бью и попадаю там в Вами Сулашвили или не знаю, кому в плечо там. Вратарь не вышел, уже пятился назад повтор. Ну да, и потом уже отскок у него от плеча пошел, и Захарий бил, и свои ворота они срезали в следующем. Просто привычки не бить головой. Да нет, есть почему, нам тренер Алексеевич дает, когда подачи отрабатываем, там 10 подач для вратаря, а вот 5 подач, там, можно головой с ним бороться, бить, забивать на счет. На самом деле, правильно тоже, зачастую бегаешь штрафной тоже, там 0-1, 1-2 при минимальном преимуществе другой команды часто бегаешь, и это, на мой взгляд, это полезно тоже для вратарей уметь головой играть. А не было никогда желания забить пенальти? Не, пенальти неинтересно. Почему? Да неинтересно пенальти бить, если бы я его заработал и забил, это да, когда кто-то, тогда было бы желание. Я даже не представляю себе в футболе такой ситуации, когда, ну разве что Сергей пошел. Не, ну он так прибежал, натолкнули, он там, 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 он стоит. Не, гораздо больше желания забить со штрафного как-нибудь с матчным ударом метров с 30, с пушки. А на тренировках? Ну на тренировке, опять же, там, на кувырки можем сыграть с вратарями, там, на штрафничок, там, щелкануть с 30 метров разочек в другой, почему нет. Порубиться слабо? Ну там, стенку выставить, все как полагается. Ай, Жора, посмотри, как надо бить штраф. Да не, я не мастер крученого удара, мне силовые больше нравятся. И почему я сказал с 30 метров пробить, там, потому что стенка минимальная, стоит там, два червя в стенке, можно бить просто. Команда сочерников называется, два червя. Ну это я так. Нет, просто мы выясняли, когда тебя удалили в матч со Спартаком, если бы удалили еще и Геруса, кто бы мог встать в ворота. То есть мы выяснили... Вот интересно твое мнение. Да, мы выяснили, что многие футболисты после тренировок, ну так, ради шутки, там, встают в ворота, да, пытаются что-то отбивать. Ну да, есть такое дело, да. У кого больший потенциал? Сергей, кого посоветовать? Кузяк тебе, Сергей, что делать? Ну, на самом деле, отбивать там не получается ни у кого то, что я видел, ну, это трудный вопрос, я даже не знаю. Наверное, это должен быть лидер команды в первую очередь. Какой-то один из лидеров команды. А от мастерства там понятно, что люди в воротах не играли, никто там хорошо не сможет априори сыграть, но это должен быть лидер, чтобы взять на ответственность, и в следующий раз доказать, что он лидер команды, что в такую ситуацию он занял место в воротах. Я еще как-то, что бросилось в глаза в этом матче с Локомотивом, когда забивали гол, наш победный, да, так еще, пять человек, то есть ровно половина команды на 94-й минуте была в районе штрафной Локомотива. Вот там полтора года назад, или сколько там, когда Рахимов-то ушел? В общем, при Рахимове такое представить, по-моему, было невозможно, наверное, чтобы в конце матча, при счете 1-1 в Москве на выезде полкоманды будет у штрафной соперника. Реально кардинально изменился подход, философия футбола в Анкаре после того, как Хузин стал? Ну, на самом деле, да, Рашид нас больше как бы от обороны и по дисциплине играл, я не думаю, чтобы так момент мог было, но опять же, этот момент возник спонтанно, там был вынос очень, там, отворот далеко, и там подбор-подбор, опа, да, люди поддержали, побежали вперед, не побоялись там 93-й минуте. При Рашиде трудно сказать, было бы такое, но я думаю, тоже вполне возможно, что так было, потому что 93-я минута, и есть момент забить гол, почему нету. Это в первую очередь еще поменял... Божевич. Да, Божевич, наверное, в первую очередь поменял вот эту психологию, которую, чтобы вот оборона, 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 то есть он как-то раскрепостил больше, позволил людям бегать вперед, там, не оглядываясь, там, на ошибки свои сзади, что не успел зону свою закрыть, и я думаю, это так же и передается у ЧАСУ. И Рустем нам абсолютно не запрещает, наоборот, всячески поощряет такие действия. Даже ценой ошибки возможны? Ну, возможно, но это, опять же, ключевое слово – возможные ошибки. То есть она еще должна быть, но мы можем забить гол, зато и выиграть игру, что и случилось, правильно? А три очка – это намного ценнее. Вот это вот важно, мне кажется, это важно. Ну, да, это стимул для команды, это настрой, правильно? Ну, и смотреть приятнее на людей, которые… Ну, да, и потом, какие результаты, там, 2-2, там, такие результаты дома, так результативно, там, 3-2, Волгу, туда-сюда. А если вернуться к игре с Териком, такая потрясающая игра с локомотивом, и до этого прекрасная игра с Рубином, да, но она, может быть, была не самая зрелищная в плане, там, огромного количества голевых моментов, да, но так или иначе. И потом такая, ну, вялая, назовем ее, игра с Териком дома. Вроде дома, как у Амкару, по-моему, всегда была несколько проще игра, а сейчас, получается, что на выезде проще игра. Еще объяснение, почему это получилось? Что за правило? Ну, во-первых, объяснение, то, что Терик сейчас на ходу, и на самом деле, я играл эту игру, действительно, видно, что очень сильная команда, намного сильнее, чем в прошлом году была, я не знаю, каким образом так получилось. Ну, здорово играют люди, ну, и плюс мы, наверное, после, может, Рубина, чуть-чуть расслабленными вышли, потому что все-таки взяли незапланированные, там, три очка, по большому счету, никто не рассчитывал там выиграть, то есть ничья была бы уже очень удовлетворительна. А взяли три очка, и на игру чуть вышли расслабленными, думали, что, может, и так, там, дома играем, там, что-то пойдет. Ну, даже по такой игре у нас был момент, там, Серега Волков забивает чистый гол, и даже по такой игре мы спокойно, ну, ничья в минимум с Сериком была, может, они забили бы там свою, не знаю, а может, и не забили бы. А, кстати, смотрели этот момент за голом? Да, гол, чистый гол, да. Все смотрели. Конечно. Все нормальные люди смотрели. Все нормальные люди ходили в смешанной зоне. Они нормальные, я была в оболе и свистел. Да, ну, нет, ну, по той игре Терек хорошо выглядел и переиграл нас, в принципе. Есть еще вопросы? Нет, вопросов куча. Вопросов куча, и причем очень много таких нефутбольных. Например? Давай уже про автомобили. Нет, знаете, что? Нет, про автомобили, вот, вот сейчас и сейчас. Про автомобили спросим, вот есть вопрос. В Твитте некто Форс ССС, он спрашивает про молодых вратарей и дублеров на Рубина. Видимо, может быть, он сам как-то, так что знаю. В общем, вопрос такой. Во-первых, как Вы считаете, насколько важно для молодых вратарей тренироваться рядом с опытными экиперами? И как Вы оцениваете дублеров, Апарина и Данилова, если у них есть перспектива? И как считаете, почему не заиграл Шумаевых? Есть возможность оценить дублеров? Тренируетесь Вы рядышком? Насчет Апарина тяжело сказать, потому что довольно-таки редко получается вместе потренироваться. Зачастую тренируемся вместе, там, один раз в неделю, когда у нас требуется 4 вратаря на тренировке, когда там тяжелая тренировка идет. А с Даниловым постоянно тренируемся, он как бы третий вратарь у нас считается. На данный момент очень хорошие вратари, очень сильные ребята, физически оба одаренные, физически данные хорошие у всех. И а насчет того, что важно, ну, конечно, важно, а как для любого молодого пацана смотреть, где-то там копировать, где-то подражать, это не стыдно для молодого. Я сам так учился, на самом деле, ну, играть в воротах. У меня не было тренера, да, я копировал там других людей, видел, как они, кто мне нравится. У тебя не было тренера? Ну, на уровне детей, там, в 16 лет, там, до 16 лет у меня не было тренера по вратарям. Ничего себе! Который стабильно с тобой работает, там, может, раз в неделю, может, раз в месяц мы собирались там вратарскую тренировку в нашей школе какую-то делать. Это проблема детско-емерской школы? Это проблема, да, нашего футбола, что у детей не хватает тренеров квалифицированных, говоря о главных тренерах, а уж не говоря о тренерах по вратарям. Поэтому приходилось копировать кого-то, учиться, вот он делает так, мне так нравится. Кого копировал? Да копировал всех подряд, кто там играл, кого видел. Но в основном Филимонова, конечно, нравился мне он чем-то. То есть, может, тебе школы не хватает или нет? У него же олдскул, как это ему не хватает? Да нет, что такое школа, опять же, для вратаря как бы нет такого понятия школы. Для вратаря есть в первую очередь техника, если она у тебя поставлена, а это можно ее без школы абсолютно ставить, технику самому. Не обязательно, то есть отсутствие тренера, это, конечно, минус, но это не ставит абсолютно кресло никакой на человеке. Потому что можно спокойно технику точить и самому, главное, чтобы двигательные навыки были и хорошая мышечная память, чтобы ты мог увидеть движение и повторить его. И для этого не надо, чтобы тебе тренер там тыкал тебя. Зачастую тренер может даже неправильному приему научить. Давайте к автомобилям, к вашим любимым автомобилям. Спрашивает Airways. Сергей, ваш автомобиль это мечта детства, которая сбылась, или рокерский аксессуар для дополнения образа? Что за автомобиль такой? Ну, такой чуть-чуть эксклюзивный автомобиль, это американский Dush Challenger. Выглядит неплохо довольно-таки. Но это, отвечая на вопрос, это абсолютно и не то, и не другое. Просто это лишнее доказательство даже для меня самого, что мне нравятся вещи, которые как бы эксклюзивные, которые не у всех. Если это у всех, то это не у меня. Это такой принцип, грубо говоря, в жизни при покупке вещей. То есть не люблю быть как другие, и как-то хочется что-то эксклюзива какого-то, необычного, не как у других. Тяжело тебе живется, Сергей? Да нет, ты довольный. Почему? Да нет, не в этом дело. Ну, на самом деле, мне показалось скучно покупать BMW, Mercedes, в которых сейчас ездят все. Хотелось что-то интересного. Используешь машину автомобиля? Ну так, каюсь, бывает. А вот еще зимой, на какой машине будешь ездить зимой? Да и, наверное, не на какой, потому что зимой я улечу в Москву, а там по Москве ни зимой, ни летом не проедешь нормально на машине. Поэтому метро. А, кстати, по поводу зимы. Просто сегодня долго-долго обсуждали. Веришь ли ты в конец света, 21 декабря? Ну, как-то одно время, пока не вникал в эту тему, думал, что может и будет что-то такое, потому что все, что творится в мире, действительно так, и так оно что-то все близится к этому на самом деле. Но сейчас уже меньше, потому что там 21 декабря, это просто календарь заканчивался в мае, и 21 декабря, это просто день длиннее начинает становиться, и все. Будет, но позже, подсказывает нам редактор нашей трансляции. Что-то будет, да, будет, конечно, но это не будет ни конец света, ничего. Синоптики, они не ошибаются в прогнозах, ошибаются в датах. Конечно, что-нибудь будет. Когда-нибудь. Ну вот когда, да. Просто сейчас этот ажиотаж подогревается, все это интересно, это же там все издания, там какие пишут об этом, интернет, там ресурсы, передачи, это же сейчас там миллионы просмотров, миллиарды. Конечно. Пройдет 21 декабря, и все, и никто больше не дань, и никто не вспомнит это. Много вопросов по поводу твоих музыкальных пристрастий. Вот по поводу гитары, например. Помогает ли гитара выпустить пар после матча? И что играешь после выигранного матча? И после поражения? Калинку маленькую. После игры я вообще не, да, если так брать, я сейчас на ней вообще мало очень уделяю времени гитаре. Как-то, может, остановился в росте и тяжело стало. То есть надо намного больше уделять, чем даже раньше уделял, чтобы как-то дальше прогрессировать. И поэтому я уже, наверное, полгода редко и беру в руки. Перед... В росте электрогитара, да, ты подъединяешь куда-то там. Я плохо... В розетку. В розетку, как, ну погоди. Ну, то есть не такая, не... Нет, конечно. Там такой бум, вот это. Да, там именно мясной звук какой должен быть, да. Вежитесь, соседи там, да? Да нет, я в нормальное время играю. А после матча, если на вопрос отвечаю, абсолютно не играю, потому что после матча, неважно, выиграл, проиграл, выжатый, как лимон до гитары, лечь полежать, что-то подумать о своем. А до матча, да, могу рубануть, в принципе, там какие-то там вещи, металлика, которые заводят. Эдин Словенский. Нравится тебе Нил Янгл? Что посоветуешь подобное послушать? Ну, я знаком с творчеством его, но это абсолютно не моя музыка, это какой-то фолк-кантри больше. Я люблю потяжелее, помяснее, и даже, поэтому не могу даже посоветовать что-то подобное послушать, потому что я абсолютно... Мне не нравится его творчество. Олегантно спрашиваю. Серег, какой прозвищ у тебя было в детстве? Как ты относишься к погремухе, к погремухе СН-42? Да нет, впрочем, мне больше нравится, когда наруба просто, и все, мне всю жизнь так называли, и мне это намного, чем СН-42, или даже Серега, я как-то не очень, я на нарубу откликаюсь больше. Кстати, у тебя сын, ты его вообще планируешь отдавать в спорт, в футбол, может быть? Ну, а как же, ну, только может быть не в футбол, опять же, будем думать, где я буду, в каком городе, потому что моя жизнь такая, сегодня я в Перми, завтра в Москве, послезавтра там еще где-то, то есть могу где угодно оказаться. Надо, когда придет время, в Махачкале, не знаю, хоть в Махачкале могу, где угодно. То есть, если в Махачкале, тогда борьбу придется отдавать, что? В больную. То есть, опять же, когда придет возраст, там, 5-6 лет, надо смотреть, в каком городе я, но я, честно, не очень хотел бы, чтобы он в футбол играл. Почему? Ну, это при себе оставлю, просто не хочется, честно говоря, чуть-чуть этого, я бы хоккей бы предпочел, например. А, у тебя, кстати, у самого есть опыт хоккея? Да, то есть, я сам неплохо играю, мне всегда нравилась игра, и потом сын, в принципе, он по физическим данным, ну, скорее всего, будет превосходить. Нормальная мужская игра, не то, чтобы в футбол. Ну, в футболе, опять же, ну, чтобы вратарем быть, ну, терпеть то, что там, грубо говоря, такой стресс, там, пока еще молодой нет, а когда там дальше такой стресс испытывать нет, я бы, пускай в хоккей будет. А там, думаешь, стрессов нет? Ну, все равно, полевые меньше стресса используют, ну, и испытывают, испытывают, да. В хоккее быстро отбегал, заменился, отбегал, заменился, тем более, опять же, физические данные должны быть хорошие, чтобы не сглазить, поэтому там. А зарабатывает в среднем больше вы хоккеиста, да? Да, суть не в деньгах даже, суть в том, чтобы сын спортом занимался. А если будешь играть на высоком уровне, то любой спорт платит деньги хорошие. Ну, кстати, да. Не важно, теннисом ты играешь, баскетбол, футбол, хоккей, волейбол. Ну, раз уж, так сказать, заговорили о том, что будет когда-нибудь, есть вопросы и по поводу твоего возможного завершения карьеры когда-либо. Когда-либо оно будет. А, ну, лишь бы не 21 декабря, либо. Опять эта дата. А наша карьера у всех не завершилась неожиданно. Амкар 11.05 спрашивает, готов ли тебе играть до 40 лет? Нет, не готов. До 42? Нет, зачем? Это, я считаю, это перебор абсолютно. У тебя сейчас сколько? У меня сейчас 30. А Ван Дер Саар? Ну, это, опять же, это люди, но я могу много вратарей там каких-то назвать, которые в 30 уже на хорошем уровне поиграли и закончили, к примеру, так же. Ты в себе не чувствуешь силы? Ну, вы берете слишком большой возраст, 40 лет, это действительно, это много даже для вратаря. Я планирую, ну, лет 36 это максимум. Потом уже побольше семьей, там уже и сын будет подрастать, уже надо ему больше внимания уделять. И вот тогда вопрос на Twitter в том числе приходит. Чем, Егор Лобанов, чем хотите заняться после завершения карьеры? Ну, пока не думал, 6 лет-то у меня есть еще все-таки. Не знаю, не думал. Какой-то бизнес, из меня бизнесмен никудышный, не знаю даже, затрудняюсь ответить. Тренировать хотелось бы, там тоже с вратарями работать, с удовольствием, если бы там вышита закончить, получить лицензию, чтобы с вратарями. Но, опять же, надо, чтобы место было, надо до этого долго еще. Ну, а есть ли проблема с тренерскими кадрами? Ну, с тренерскими в школах, да. Но я в школе бы не хотел работать, я бы хотел бы в профессиональной команде, то есть на уровне премьер-лиги работать, то есть с вратарями, с удовольствием. Спрашивают, есть ли у тебя в команде настоящий друг? Да, Виталий Гришин. По-моему, это все знают. По-моему, тоже. Можно было даже и не спрашивать. Незакрытая информация нисколько. А, кстати, Виталий Гришин, он идет на поправку уже наконец-то? Да, ну, ему в Махачкале, когда мы играли, ему Иванов, по-моему, упал неудачно. Кстати, я там виноват, я выбил мяч криво. Да, они перехватили там две передачи, и у них момент пошел, и ему Иванов как раз упал. Вот, и сделали операцию в Германии, выходил на костылях здесь, съездил опять же в Германию, реабилитировался. И сейчас уже не в общей группе, потому что тяжело, еще нога слабая. Ну, уже много с мячом работает, я думаю, то есть недели через две уже будет полная боеготовность. То есть сроки восстановления очень быстрые. Ну, и у нас не очень много времени осталось, будем завершать. И такой вопрос, вопрос ведущий. Вы всегда и везде так много смеетесь, Виталий? Да. Да. Я смеялась, смеюсь. И буду смеяться. Хорошо, ну, и заканчивая нашу программу, обычные вопросы, которые задают всем футболистам. Вот, какие, значит, перед Вами ставили цели на сезон? И по истечении времени, да, ну, понятно, что кое-какие успехи есть в игре МКР и в результатах. Вот ты на какое место рассчитываешь по окончании первого круга и вот уже на более далекую перспективу на чемпионат? Вот, ты чисто, ну, сам, лично, что чувствуешь? Ну, если так брать, то задача минимум для меня, если мы в десятке останемся, а я думаю, мы там останемся, в принципе, по окончании первого круга, как минимум, это будет вполне нормальный результат, но будет зависеть от ближайших двух игр. То есть Дома-Кубань, в принципе, можно всегда обыгрывать, мы с ней удачно играли на выезде, там, Ростов. Если наберем максимум очков, то можно уже думать ближе, там, пятерка-шестерка, потому что мы уже совсем рядом находимся там. А если по сезону задачи ставились, то есть в десятке быть, в принципе, мы ее сейчас выполняем, идем на девятом месте. Я думаю, выполним, но могут они подкорректироваться, опять же, будет от двух игр зависеть. А, кстати, по поводу игры с Ростовом, будет для команды это принципиальный какой-то матч, что-таки, против бывшего тренера? Ну, я думаю, да, но не только для нас, я думаю, я думаю, и для Ростова тоже это будет принципиальный матч. Ну, в принципе, будет, да, конечно, и хотелось бы этот матч выиграть. В Твиттере был вопрос, как ты относишься к поступку Божьей, что, ну, видно, понятно, что он второй раз ушел из команды. Я не буду отвечать на этот вопрос, это личное дело человека, я, конечно, был расстроен, в принципе. Ну, так поступил, тяжело ответить на этот вопрос. Это решение человека. Это пройденный этап. Благо, что нашелся человек, который его вполне успешно заменил. Конечно, я думаю, сейчас пока, то есть, глядя на результаты Ростова и на наши результаты, никто об этом не жалеет абсолютно. Спасибо большое, Сергей. Успехов вам творчески. Ты как главный человек в этой студии на данный момент. Давай заканчивай. И самый веселый. Спасибо. Мы тебе искренне желаем как можно больше матчей, как это у вас вратарей называется? На ноль. На ноль? Да, это называется? А, по-моему, это сухарь там какое-то слово было. На ноль. На ноль. Тогда тебе как можно больше матчей, помогая команде. Я надеюсь, что у тебя не будет этих провалов ни после 10, ни после 20 игр. Ну, я, наверное, как любой болельщик Амкара, пожелаю тебе и сборную России, и в то же время продолжить свою карьеру все-таки в Амкаре. Спасибо. На этом все. Прощаемся. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо.